День России это не просто государственный праздник, это день гражданского мира и единения всех граждан, всех людей нашей Родины. Именно в этот день я хочу обратиться к жителям осажденного Донбасса, среди которых много друзей, читателей и авторов Оренбургского художественно-литературного и общественно-политического журнала «Гостиной двор». Мы с вами, дорогие друзья, и стараемся поддержать вас в той нелегкой ситуации, в которой вы оказались, чем можем, публикациями, книгами, стихами. Хочу назвать одного из авторов недавно вышедшего номера. Это Игорь Лысый, член Союза писателей Донецкой Народной Республики, награжденный медалью «Доброволец Донбасса». В своем очерке «Человек, потерявший Родину» или монолог донецкого обывателя, обывателю в хорошем смысле, конечно, то есть гражданином, он рассказывает о том, как был на площади Ленина в Донецке, когда многотысячная толпа собралась там на митинг против разрыва с Россией и смены вектора на Запад. Он, как человек, переживший развал своей великой Родины в 1991 году, понимал, что дальнейшее противостояние разрушает, разрушит Украину. Как и все остальные дончане, надеялось она мирное разрешение конфликта политического и языкового вплоть до 2 мая 1914 года, когда случились кровавые события в Одесском доме профсоюза. Донбасс тогда сделал свой окончательный выбор. А если бы он не встал на свою защиту, ради бы его жители сегодня были бы свободны в выборе лидера, языка, друзей, культурных ценностей? Конечно, нет. Сейчас мы знаем, что Донбасс жив вопреки. Учатся студенты, работают все службы, театры ставят свои спектакли, библиотеки принимают читателей, поэты пишут стихи. В этом убедились оренбургские литераторы, побывавшие в 2017 году в Донецке. После этой поездки в журнале «Гостиный двор» вышла Донбасская тетрадь с прозой и стихами авторов из Донецка «Города Рос», как мы его теперь называем. Один из них, Василий Толстаус, написал о России. В ней нет окраин, земель немилых нет, вернее. В ней было место и Донбассу, и прерий крымских ковылю. Я понимал всегда и сразу, что на Дону ее люблю, что я люблю ее на Волге, и на Днепре, и на Неве. Был не чужим в Москве нисколько, ведь с детства думал о Москве. Я не молчу, я просто плачу. Россия, Родина моя. Мы понимаем, что жить в экстремальной ситуации под бомбами непризнанному Донбассу тяжело. Но вам и это оказалось по плечу. А к тем, кто пытается навязать Донбассу свои аморальные европейские ценности, двойные стандарты и псевдодемократию, кто переписывает свою историю, кто возводит на пьедестал сомнительных героев, кто убивает свой народ, история неумолима. Кровь порождает кровь, ненависть и упадок. Поэтому от имени редакционного совета журнала «Гостиный двор» желаю в этот день вам, дорогие братья и сестры, победы и мирного неба. Мы один народ, одна страна. Держись Донбасс! Живи!